Ну что ж, доброе утро, друзья! Во французских Альпах. Да, мы сейчас где-то все еще во Франции, во французских Альпах. Виды были шикарные. О, были такие массивные горы, мы проехали, но было темно еще. Но было еще достаточно темно, да, не было бы видно хорошо. Когда будем ехать домой, наверняка будем ехать днем, обязательно вам поснимаю. А так очень живописно, красиво проезжали, знаете, какое-то, не знаю, как это называется, ущелье. Прям ехали с двух сторон огромные такие скалы, горы. Ой, смотрите, какая там речка, ручеек, что это? Внизу вот у подножья горы очень много маленьких городков, где люди приезжают отдыхать. И вид отдыха, видимо, вот этот, по горам, так называемый, ну, так называемый Вандан, по-немецки, надо так ходить. В турпоходы какие-то, вот здесь это очень популярно. Где-то подъемник даже уже проезжали, видно, где-то тут недалеко на лыжах катаются. Очень красиво, конечно. Ночью ехали в темноте, видели двух оленят, но не в одном месте, по очереди одного, потом другого. Лисичку я видела, кого мы еще? Зайца видели. Видите, прям в облака уходит такое разно. Сейчас так довольно пасмурно на улице. О, 12, недавно 15 было, 12 градусов всего. Да. И нам еще ехать 240 километров, но это четыре с половиной почти часа. Естественно, еще будет какая-то остановочка, поэтому нам еще ехать и ехать. Мы сделали приемник в полтора часа. Ну, около двух, да. Кто хотел, тот поспал. Я почему-то не вырубилась никак еще до сих пор. Вчера еще утром проснулась, какая-то разбитая была. Собирались, так спать хотелось. Думала, сяду в машину и вырублюсь. И до сих пор ни разу не вырубилась. Первый раз у меня такое. Ну, дорога, конечно, классная. Вообще не хочется даже спешить. Вот едешь так, видишь, просто в удовольствие. На расслабоне. Машин мало. Суббота, утро. Вообще прекрасно. Ну, я вам скажу, французы нас удивили своей манерой вождения. Сначала оказалось, что они какие-то немножечко как, ну, не нервно водят, а как сказать? Агрессивно. Ну, такие немножечко, да. Где-то срезать, где-то быстро там объехать, где-то что-то так. Ну, с нарушениями явно. Скажем так, после Германии это сильно бросается в глаза. И потом другой момент, когда уже дело пришло к ночи, где-то в 2 часа ночи. Машин мы встречали немного, но те, что встречали, мне кажется, через одну, если не каждая. Ощущение было, как будто водители были пьяные, потому что они не могли держать полосу. Их носило из стороны в сторону. Мы так аккуратненько их объезжали. Да. Ну, почему нет? Пятница, наверное. Ну, в смысле, как почему нет? Конечно же нет. Но, видимо, может быть, здесь принято понятия не имею. А может быть, горный воздух их объединил, да? Ну, пишет на их блокад. Горные лыжи. Да, тут где-то катаются, однозначно. Вот, смотрите, в городок заехали. Название такое, даже по-русски, Саша, на карте там стоит. Трудно прочитать. Здесь есть кемпинги в лесу, там вот справа стоят. Да, и подъемники, вон, видел? Там кресельные, или как они называются, вот. В этих городах же не живут, нет? Почему? Живут же люди. Здесь живут и работают. Посмотри, вот там вот справа. Вот подъемник, вон подъемник, вот подъемники. А вот там прям в лесу, вот там... Майсон, да, что-то там. Вот прямо там кемпинг, в реке. Да, там кемпинг вот был. А что, такие прям подъемники? Да, здесь такие почему-то скромненькие подъемники. Ну, наверное, тут нет такой высоты, может быть. И вот прям привезти там, допустим, недельку прогулок по горам. Считаете, когда во всей Европе такая жара? Сейчас плюс 12 градусов ночью. Ну, как ночью, утром. Сейчас 6 утра, уже было 7. А воздух какой? А лес какой? А природа вообще? Это своеобразный тоже отдых другой. Его надо поплавать. Саша остановился, говорит, не хотите размяться, пройтись. На улице 8 градусов. Наверное, нет, не хотим. Решили мы с Миланой. Ой, класс! Миросвет как раз, да, Миран? Это самая вершина. Ну, почти, не считая вот этого. Все, я пошла, мне на больше не хватит, бабу холодно как. Вот здесь очень-очень много. Вот там вот ниже дорожка была. Ну, и здесь вот, в принципе, везде по пути встречаются. Блин, вот, куча вон мобилей. Не прицепов, а именно караваны, наверное, да, считается по-русски. Просто множество. И нет-нет, иногда палатки встречаются. И такие, знаете, старинные церквушки. Вот даже вот за этим вот рестораном, туда вбок. Ну, я уже не поеду, холодно очень. Тоже есть. Супер-красиво. Ну, супер-холодно, если учесть, что сейчас лето. И мы все в коротких штанишках. Я все-таки немножко согрелась и решила вам показать с другой стороны тоже. Смотрите. Ну, красота же. Вот здесь. Три, два, один. Вот здесь начинается Италия. Вот здесь? Где-то вот здесь должно начаться Италия. Ну, как бы, да. Здесь вот большой европейский знак. Все? Все? Мы в Италии. Мы в Италии? А, вот сейчас будет знак, уже чуть подальше, наверное. Что-то не чувствуется. Вот, видишь, Италия. Италия. Италия в городе 50, за городом 90, автобан 110. И Шнель-трасса 110, автобан 130, да. Да-да. Класс. Смотрите, какая прелесть здесь. Какие горы. Очень живописная, скажем. Не пожалел я, чтобы этим дорогам поедал. Украинца старая. Таможенный пост старый. Все, выглядит, что мы уже спустились. Спускались мы очень долго. Да, на самом деле, непростой спуск. Особенно для тормозов, для машины. Надо тормозить двигателем на движение скоростях, какие-то тормоза, и помогать. Очень долгий спуск, реально. Не знаю, мне кажется, полчаса надо спускаться точно. Во время. Только спуск, понимаете? И постоянно так, и так, и так. У меня аж укачало ощущение такое. Ну вот. Вот Анатолия. Итальянский городок. Где-то можно подзавтракать уже, я как думал. Смотри, время еще 8 минут. Уже такая движуха начинается, да. И, кстати, здесь уже плюс 22. Здесь у нас австрийские альпы. Смотрите, это Цимур нашел видео. Мы ехали в Италию. Один единственный раз мы были в Италии. Вот 6 лет назад видео опубликовано на канале Метеорфэмили. Даже не знаю, как его легче найти. На самом деле, 7 лет назад это было. Написано, влог, едем в Италию на машине. Часть первая. Там еще другие части есть. 13 августа 2016 года. Но видео вышло, наверное, после того, как мы вернулись уже, да? Не помню. А, значит, мы в 16 ездили все-таки? Да, в 16. Я думал, что мы в 15 ездили. В 16 это значит, сколько? 7 лет назад, правильно ты сказал? Такие маленькие все. Тимура, сколько тебе было лет? Быстро, быстро, быстро считай. В 2016 лето, да? Подожди. В 2016 было. В 16 августа. Ага, получается... 6 было. Ты вот только в школу. Мы вернулись, и ты пошел. Да? Нет, или тебе уже 7 исполнилось. Но отпуска мне было, получается, еще 5. А когда уже мы вернулись, и видео было опубликувано... А, точно, все правильно. Да, все правильно. Обалдеть, какие мелкие все. Так, нам Таурина, Таурина, где Таурина? Я не понял. Нам не туда, туда. Итак, друзья, долго ли, коротко ли? Ехали, ехали. 1160 километров. По живописным, красивым местам. И мы приехали в полк назначения в город Савона. Слышали про такое? Если нет, то теперь знаете. А где визги радости и аплодисменты? Что-то дети не восторгуют сейчас, мне кажется. Все замученные. Какие-то да. Ты знаешь, сколько я уже на ногах? 34 часа. Мне, кстати, удалось раза два по полчаса вздремнуть. И я вот второе дыхание у меня открылась. За исключением одного перерыва ночного на час-полтора, я 34 часа уже на ногах. Я уехал на работу. Приехал с работы, и мы сразу уехали. В общем, вот такая, почти двое суток. Едет, да? Ну, так нельзя. Не, ну как по самочувствию. Я здесь хочу спать, я иду спать. Ну, нам нужно было к обеду где-то приехать, поэтому мы не могли себе позволить шикануть и ночью спать в отеле. Все, сейчас ищем стоянку и оформляемся. Как вам городок? Хороший. Хороший? Хороший. Деревья вот эти вот, как в Греции, да, были? Красивые эти кусты. Такое здание интересное, там на углу, смотри-ка. Так, знаете, как турист приехать интересно, но жить, вот я все время примеряю, хотела бы я жить в этом городе или нет. Вот так вот, на первый взгляд, наверное, нет. Ты приезжаешь в жару, да? 33 градуса, кстати, а на машине показывает 29. И показывает у меня в телефоне, что сегодня максимум, по-моему, 30 или 29. Ну, на солнце там, наверное, было. А вообще, вот так, если посмотреть прогноз на неделю, то больше 30 градусов, да, по-моему, Артем говорила, что не будет. Сегодня даже вечером, возможно, гроза. Смотри, какой дом красивый, Саша. Красивая же. Я вообще люблю архитектуру старую разглядывать. Это крепость городская какая-то старинная. Покажу вам сначала местный колорит через окно машины нашей. Не самое, может, чистое окно уже. Но, смотрите, красивенько же, да? Тут явно есть, что посмотреть в этом городе. Я думала, честно, что город поменьше. Он такой довольно-таки большой смотрится. А рынок где-нибудь? Не знаю, но Макдональдс, судя по часам, есть. Тимур Каликуй. Слушай, да? Ну, ты же радовался, что Макдональдс есть. Я вообще не знаю, найдешь. Так, вообще сюда? Или сюда? Не понял. Вон туда, наверное, или? Да. Да. Пальма есть. Стройки есть. Да, ну, я думаю, так, как вы. Мм? Красный лайнер. О, лайнер, да, смотри. Вау, классный. Вообще большой смех. Офигеть, да? Я же не виделся. Может быть, проезжай бы мимо? Я что, думал, что море там? А, там залив, наверное. Корт, может быть. А, и стоянка, наверное, где-то там спорта. Вот туда еще она тебя видит, Саша? Да. Тут какой-то грузовые заезжают, или что? В общем, сейчас нам нужно тут сориентироваться. А, это что? Это ездить. Да ну нафиг. Подожди. Надо уже разворачиваться, мы не можем не спорить. Серьезно, не можем? В общем, наша проблема в том, что мы заранее стоянку не забронировали, хотя я знала, где примерно смотреть нужно стоянку. Мы еще ночью, Саша, думали забронировать, потом решили, ай, утром разберемся. А с утра тут как-то суетливо. В общем, мы приехали в наш отель. Это наш отель. На ближайшие две недели, неожиданно. На пятнадцать дней. Называется Коста Фортуна. Ну как вам? Я сюда. Мы держали до последнего, это в секрете. Кто маме говорил много раз, что вот бы в круиз? У меня было предположение, когда мы стали ехать в эту сторону, у меня такой, ну нет, ну не была бы обычная парковка, где-нибудь вот здесь вот. Я типа такой, а что если... Это какой-нибудь простой домик там перед морем, ходить каждый день на море. Ну вот, а такой супер смол сделали. А вот почему бассейн есть. Ну явно на нем где-нибудь. Там на корабле есть все. И бассейн, и магазины. Милан, и дискотека. Дискотека, и горочки даже кататься. То есть, щупиться можно. Да, там все что угодно. Огромный большой корабль. О, круто. Жень. Так что отпуск начинается, друзья. Да! Осталось только машину разобраться, где припарковать. Да, вот на этом вот, значит. А там есть какой-то регулировщик вообще? Не знаю, мне кажется, может, они все на этот лайнер, и они, может, просто в ряд вот так вот выстраиваются. А что, когда мы заезжали, уже, ну, я хотел бы сказать такую мысль. Он говорит, а что мы сюда вообще... Ну, уже понял, что... Может, папа на английском? Фотошип? Да, 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 что ты спрашиваешь. А, окей, интересно. А я сам начал такой... Странно. Потому что родители тупят, зачем сюда приехали, да? Тупят, там какая-то парковка, может, там надо было. Слушай, я надеюсь, они здесь не берут просто машину на корабль, или... Нет, мне кажется, ты оставляешь ключи, может, и они переставляют? А, там вот оформление идет, смотри. А, это мы все должны вот так стоять долго, да? Там надо вещи надо вытаскивать и сдавать ключи, и все, вот это все. О, ну, ясно. Ну, ладно, хорошо, мы приехали с запасом вовремя, все хорошо. Нам нужно быть по билетам в 13.30. Да. Сейчас 11.43. Ну, это просто начинается именно наша регистрация. Они там как-то их группируют, в общем, чтобы не было сразу, что все, да, в кого-то это вот, чтобы не было, да? И наше время на 13.30. А вообще, лайнер отчаливает в 17.00. Ой, я не понял, а посмотреть надо. Да, в 17.00. Все, машину нашу забрали, вон поставили, причем с открытым окном, почему-то они их оставляют. И здесь она будет стоять две недели. Это удовольствие стоит 180 там с чем-то евро. 182 евро. 182? Она не там с собой. Хорошо, я думаю, они окна... Ключи тоже у них остались. Это хорошо, когда в жару. А если дождь? А если дождь пойдет? А там, наверное, ключи в зажигании, да, даже? Не там пойдем подняться. Они сквозные, кстати, окна оставили. Видишь? Это хорошо с одной стороны. Короче, да. Теперь нам нужно идти в терминал 1, сказали, зарегистрироваться. Ну и дальше по ситуации. Так, порт нам сказали идти сюда. Месяц очень красивый. Обалдеть. 15 дней на онлайне, да, пусть? Здорово. Здорово. Может, понравится, теперь будем только так отдыхать. Кто знает. Ну и как-то прикольно. А по сути же, если мы будем в многих странах, в каждом можно купить по-маленькому магнитику. Да, Тимура. Поэтому я лучше отложу конкретное количество денег на магнитики. Подумай, только нужно ли тебе столько магнитиков? Да. Чтобы украсить холодильник. Тебе надо свой холодильник покупать. Да, потому что нас украшать не нужно. Тимур, у тебя дверь по кантику можно украшать, там металлическая основа. А, нет. Вот, подсказала хорошо, Тимура. Да, но они могут же падать очень легко, наверное. Да, мы сразу опорим себе корабль и пойдем встать. Вот, да, я думаю, мы еще пойдем по городу погуляем. У нас еще время есть. Ну ладно. Мы можем выйти, если надо, наверное. А, да ладно, пойдем, что? Пойдем уже на корабль. Поспим. Да, Саша? А вещи наши попозже прибудут. Так, где фокус? Фокус, фокус, фокус. А получается, будет потом учебная тревога. Да, да, и будут нам всем показывать, что делать в случае чего. Но чего не будет, просто покажут. Наверное, под телефон. Так, паспорта проверю у меня. Да, паспорта у меня. Карточки нам дали вот такие. Детям чуть-чуть иначе. И все, загружаемся. Мы прошли гораздо раньше, чем должны были. И у нас еще часа четыре до того, чтобы отплыть. Ну, будем пусить уже. В принципе, мы заходим, наверное, одни из первых. Ну, как одни из. Сейчас покажем вам каюты. В общем, сейчас немножко суетливо. Несу вещи, не очень удобно снимать. А, нам нужно на самый вперед. А это не самый вперед? Здесь же много вот этих отделений. Ну, можно же пройти, наверное, там сквозь. Идем, идем. В общем, мы все найдем. И потом уже спокойно, без суеты. А если не забыть там пройти? Ну, поднимемся. А мы что-то в основе комнаты? Два чего-то там сейчас посмотрим у папы. А ключи у вас есть? Это карточки открываются. 2-2-0-9. У нас Майами. Я не знаю, Майами у нас или что. 2-2-0-9. Наши должны быть впереди, в носу корабля. Видишь? Как мы пройдем нос корабля здесь? А, нет, это не нос. Это не нос, Саша. Вот здесь стоят все обозначения. Папа настойчив. Ну ладно, пойдем на нос корабля. 2-2-0-9. Супер. Ну, а сначала положим вещи, посмотрим дальше. Да, положим вещи. Да, положим вещи и пойдем посмотрим дальше. И пойдем смотреть, что там еще есть. Располагайтесь пока. В общем, это одна из наших кают. Шляпа моя. О, какая сумка загружена. Остальной багаж принесут, я так понимаю, потом. Карточки не потеряйте, да? Карточки... Да, или по телефону, или кошелек. Я потом буду с сумкой ходить. Потом разложим вещи. Папа, а сейчас корточку можно? Всегда салонник. Ха-ха. Это мы, это Артем, это полотенце, туалет, душевая. Ммм, хорошо. Кстати, я терплю уже несколько часов. Это что? Тимур, спасибо за подробности. Что? А это, по-моему, что белье развешивать, нет? А или если тебе плохо станет? Ну да, читай же. Дойч, понимаешь, нет? А к чему она цепляется? Вот к этой штуке? В общем, ищем теперь вторую каюту, которая с окном. А она в самом конце находится. Я помню, я смотрела план. Вот прям в самый-самый конец иди, и направо. Прям в самом носу. Еще не все каюты готовы. Усиленно готовят. Наша, в принципе, была готова. Видишь, как я на одном. Но там еще рекламки не лежали. Сейчас нам, ну, программа на сегодня все это. Сейчас нам прям руки вручили. Да, ну вот наша вторая каюта. А тут все это две кровати. Можно тут теоретически вдвоем. Ну, все равно вид. Хотя бы видно, что день на улице. Да, конечно, он не такой. Но. Но. Здесь, конечно, просторнее. А, это я видела, да. Тут тоже для людей с ограниченными возможностями подходит. Это наш второй, да? Да. Просторные и две кровати. Да. Две динамные? Да. Ну, мы можем решать. Можем меняться местами. Мы можем решать, то, как будет спать. Мы можем иногда можно меняться. Так, да, наверху четыре спальных места. Здесь два. Да. У нас пять. У нас, видите, у нас нету балкона здесь. Но у нас вот такой частичный вид. На палубу. Ну, как-то еще. Готово светать. Всегда проходя здесь мимо. Можно кольцом разглядеться. Или кто-то будет. Или Милана. Да, и любой может к нему в окно заглядывать. Или ко мне, да. Кто-то проходит мимо. Ну, вот так вот. Тут довольно просторно. Одна жилетка только. А где вторая? О, сейф, мама. Сейф. А, здесь же один только, да? Мама, сейф. Есть сейф. Посмотри, шкафу нету больше жилеток. Вон, вон шкаф, Саш, последний. Смотри, там висит значок жилетки. А здесь есть уже программка, да, какая-то? Или что это? Нет, это что-то другое. Тебе там больше давали. Это просто один листик. Знаете, тоже еще не успели. Ну, я думаю, здесь уже подготовились. Здесь угодно. Ну, нет. А, и вон на столе что-то лежит, да? Здесь все уже угодно. Что тебе давали в руки? Эту программку. Пакет информации, наверное, он давал, что там. А вот это, кстати, про жилетку. Про спасательные операции про все. Как ее девать? Ну, это все, мы будем на курсах проходить. Пойдем, все равно будем это делать в любом случае. Краюта с балконом открыта. Покажу вам по-быстрому, чем она отличается. В принципе. А, там еще шампанское. Не ссы, иди на балкон. Вечно боишься, блин. Лишнего шага сделал. Вот такой вот балкон. О, какая тут духотень. Тут невозможная. А что ты сейчас покажешь? Разве широким углом, покажи людям. Вот такой балкон. Ну, в общем, место здесь не для двоих только конкретно. Не больше, не меньше. Закрываем. Здесь конкретно спальная кровать. Двухместная. Столик, телевизор. Шкаф. И то душевая. Специализирована для инвалидов, кстати. Видите, поручни все есть. И вот здесь, мне кажется, тоже, да, специализирована под людей с ограниченными возможностями. Или как там правильно. В общем, вот так. Очень удобно. Очень здорово, что они позаботились о таком моменте. Никто не застрахован, как говорится. Все, вот такая вот кабина. Просто показали, зашли. Чтобы вы видели. Так, мы пришли на обед, наверное, это считается уже, да? Набрали всякого разного. Кто на что гораздо. В общем, будем кушать. И пойдем с дремнем, потому что спать хочется. Распределения у нас такие. Пока Милана решила спать с папой в той комнате, где с окошком. А я с мальчишками в той комнате, где без окошек. Ну, вот как-то так. У меня сейчас вообще... Знаешь, я вот здесь упал бы уже и пошел бы поспал немножко. Это кошмар какой. Решили с Сашей вздремнуть. У нас эвакуация. Покушали, решили вздремнуть. И тут громкоговоритель. Сначала какие-то кобылы под окнами пробежали, кричали громко, разбудили. А потом громкоговоритель сказали взять свои жилетки. И сейчас нам на немецком будут объяснять правила, что, как делать. В общем, пришлось идти. Как надо через... Подожди. Стоп. Стоп. Что ты там засунул? Вытащи. Я ничего не засовывал. Внутрь было. Так было? Вытащи. Через себя перекинь. Блин. Одной рукой не могу. Сейчас покажу. В общем, Саша сказал, что уходит от нас нафиг из корабля. Я ухожу из корабля. Невозможно не спать, не отдохнешь. Проверки, жилетки, карточку надо было активировать. Не работало. Да, ну. Не, на самом деле я переезжаю с Миланой на верхнюю палубу. Мы с Миланой перенесим. Да, я и говорила, что вы так решили. Переносим жилетки, заодно на место отнесем. И уже скоро будем отчаливать. Пойдем где-нибудь виды искать красивые. Я пойду плавать. Через 20 минут. Да, в бассейнах вода соленая, она из моря. Ты уже попробовала? Да. В смысле, да. Да. Может, она не из-за моря соленая, Милан? Ага. Она из-за моря? Да. Да, ладно. Поднялись наверх. Через 10 минут отчаливаем. Пытаемся найти нашу машину. Они их тут, видно, двигали, переставляли елочкой и задвинули. Ну, стекла в конце концов закрыли. Мы немного машины по-другому поставили, да. Да, и вообще непонятно, где наша. Саша решили здесь поспать на лежачках. Давай, у нас еще 10 минут есть, чего. Побалдеем. Переодеться бы уже шорт, видите, мне уже не хочется платье какое-то легкое и окунуться. Ааа, сегодня за весь день хотя бы разок. Какой геморрой вообще сейчас все это оформление? Самое... Когда ты не спал почти двое суток, еще ты все должен это оформить, все карточки. Моя карточка не работала, да, а мы проходили эту тренировку, и там в конце надо было пикнуть карточку, чтобы они зарегистрировали, что ты прошла эту проверку. А моя карточка не работает, ею и каюта не открывается, и там нельзя пропикать, а нужно, чтобы я прошла, значит, эту проверку. И мы стояли огромную очередь. 20 минут в очереди, чтобы просто поменяли карточку. Ну, это, короче, организационный момент. Момент такой, когда ты выспался, и ты бодр, ты спокойно можешь это все делать. А когда ты еле стоишь и хочешь спать, думаешь, бля, ну просто вот. Ну, и когда ты уже не первый раз ориентируешься более-менее, да, особенно если на этом уже лайнере. Лайнере? Да. Я все время хочу паромом назвать. Так иди окунись, иди еще время есть, ты уже в купальнике, шорты сняла и пошла. И придешь сюда мокренькая, будет так свежо, хорошо. Мама будет думать, ба, как тебе классно. Ну что, сейчас будем трогаться? Наконец-то. Наконец-то. Мы уже сколько здесь? 4 часа тусим? Какие? Мы в 12 зашли. Да, уже 5. Почти. 5 часов. Да. Машину я так и не нашел в нашем стоянке, я не знаю, я не вижу визуально. Ну ладно. Вы видите, да? Мы уже от берега отталкиваемся сбоку. И потом будем сдавать задом, я так понимаю. Это был третий раз, первых два я просто ошалела, не успела снять. Те самые люди, которые спали. А, ну да, ну да. Мне тут явно днем не поспишь. Мы не для этого едут вообще. Ну вот, белый гудок, когда он какой большой выйдет. На середине. Видите, как мы двигаемся. Медленно и уверенно. Смотришь, управлять таким огромным кораблем. Смотришь, да? Такая мощь. Чисто капитана. Будто реально это нос. Чем мы займемся теперь, первым делом? Я хочу сполоснуться где-то. Я тоже, я прям не могу. Просто мечтаю. Даже не то, чтобы хочу, я мечтаю. А ты уже споласкивалась, смотри. Я хочу еще. Я нет. Кстати, вода была не холодная. Хотелось холодной, она была такая, все равно теплая. Наверное, морская. Слушай, так странно. Мы начали выезжать под такую веселую зажигательную музыку. Да? Сейчас ее вырубили. Слушай, не морская. Она не соленая, но она какая-то вот как будто, знаешь, морская по именно температуре. Тепненькая такая слегка. Потом организационный еще пару вопросиков у нас, да? И потом ужин. И спать. Ужин тут такая система, что можно тоже шведский стол идти ужинать там, где мы обедали. Но можно также идти в ресторан, где есть конкретное время и место. И для каждого, для каждой семьи, для каждой там каюты зарезервирован столик конкретный в конкретном ресторане. У нас это как называется? Микеланджело, Тимур? Или Рафаэлло? Да, у нас Рафаэлло. О, кстати, вот сразу, когда об этом говорили, я вспомнила, что я пашки индии. Раф, ну я сразу подумала об этом. Хотя тут другой посыл был. Нет, я Рафаэлло, у меня сыро с конфетками. А потом, когда уже слышал Микеланджело, я такой, а есть ли Донателло и Леонард? Нет, тут только такие два. В общем, мы идем в Рафаэлло. Да, мы в Рафаэлло. Да, на третьей палубе. И у нас столик там 300 какой-то. В 19-15. И там уже ты заказываешь по меню, но это тоже включено. Ты просто из меню выбираешь, тебе приносят единственное. А напитки сам еще докупаешь. Вот куча всяких таких вот размазывают и маленький кусочек горошка. Ну вот Тимур вам продемонстрирует. И на тебе ножик и вилочку. И пили этот горошек. И развязай этот горошек на 20 миллиардов частей. Как настоящий степ. Прям то, что мы любим, да? Да, нет. Ой, как приятно тут стало. Вот это плачет. Нет, мне совсем не хочется. Шлюпки над нами. Нет, не хочется нырять. Так, друзья, мы пришли на ужин. Саша просто вырубается. И мне на него смотреть тяжело. Больно. Я говорю, быстрее бы поесть и пойти уже спать. Надо было на шведский стол идти. А мы пришли сюда, мучаемся. В общем, наша закуска. У меня карпач называется, да? У Миланы. В принципе, у Артема, Саши вот такая вот рыбка на закусочку. А Тимур молодец, он взял себе омлет с картошкой и поезд нормально, как человек. Слушай, я не сплю уже сколько? Это раз утром, да? Все приятного. Да, мой я и пришел. У Миланы равиоли. Это уже... Это не главное блюдо еще. Там была закуска, это первое блюдо. У Тимура равиоли, а все, мы там паста какая-то. И у нас Саши... Как вкусно. Суп с мизиями и креветкой. Пахнет, да. Ну как? Да? Серьезно? Да, ну шутишь. Это моя ложка большая. Основное блюдо, смотрите. Пюрешечка с горошечком. И что это? Шашлычок, допустим. И будет еще десерт. Главное, что разыкала. Сейчас сок принесут ей еще. Да. Тут тарелкой мы пятно прикрываем. С супом капнули. Ай-яй-яй. Видите, мальчишки взяли то же самое, что и у Миланы. Я взяла рыбу с креветкой. А у Саши мяско. Кстати, выглядит очень аппетитно. Мягкое очень мяско. Не, я просто за тебя очень рада. А сама бы то есть креветку. Приятного. Так, это Миланин десерт. Шоколад с малиной. Пожалуйста, приятного. Я уже попробовал, ты не забрела. А это мой десерт. Мальчишки взяли тоже такие, а у Саши другой. Я уже ковырнул. Смотри, он полностью соус. Вкусно? Я люблю это краево. К краево. Я думаю, что у меня тоже обалденно. И у Миланы вкусно, наверное, очень, да? Мама очень вкусная. Очень? Где-то это реально без сахара. Хотя нет. Вот это без сахара написано было. Классный фильм идет. Мы уже в каюте, в общем, нагулялись. Завтра у нас 7 подъема. Мы так решили, поэтому пора спать. Уже один сейчас видео смонтирую по-быстрому. Артемка сейчас тему не придет. Я как королевична одна на большой кровати. Все, друзья. Всем спокойной ночи. Всех обнимаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok